Эпопея с мусорным полигоном в Кенишемском районе вышла на федеральный уровень. Против свалки в деревне Тарасиха местные жители выступают уже несколько лет. Они отстаивают свое право на свежий воздух и чистую воду. Региональные власти не усмотрели в работе полигона никаких нарушений. Тогда люди обратились в Народный фронт. И вот сегодня в проблеме приехал разбираться федеральный куратор проекта ОНФ, генеральная уборка Дмитрий Миронов. Какие выводы сделал, послушала наш корреспондент Мария Филипова. Контейнеры с мусором к этому полигону тянутся уже 4 года. И все это время против такого дурно пахнущего соседства выступают жители близлежащих деревень. Они уверены отхода со свалки, несут непоправимый урон экологии. Недалеко две небольшие речки, впадающие в Волгу. Полигон находится у истоков двух рек, которые впадают в Волгу. Рядом болотистая почва, что вообще противоестественно. Все стоки будут уходить в Волгу. Эти реки находятся в 5-километровой доступности от Волги. Об экологической опасности полигона жители говорили не раз. Пытались докричаться до региональных властей, организовывали пикеты у стен регионального правительства. Но пока тщетно. На защиту интересов людей встала прокуратура. Проверка надзорного органа показала, что свалка работает незаконно. У фирмы, ее организовавшей, на руках не оказалось разрешительной документации. В итоге еще в январе прокуратура выдала предписание полигон закрыть, отходы вывести. Однако вместо этого фирма пытается узаконить территорию и даже расширить ее в два раза. А это уже 25 гектаров мусора. Теперь за чистый воздух в Кенишемском районе намерены бороться общественники. С проверкой на место выехали активисты Народного фронта. Место данное не предусмотрено для свалки ни в каком виде. Заказник сделать, особо охраняемую природную территорию здесь можно. Здесь есть биоразнообразие, есть ландшафты, которые можно сохранить. Но почему-то чиновники Ивановской области решили, что в данном месте можно организовать свалку. За свой счет местные жители провели независимую экспертизу и выяснили, что при разработке проекта полигона, который, кстати, прошел все необходимые экспертные оценки, в чиновничных кабинетах не учли одну реку. Речка Выползовка является притоком реки Волги. И эта речка Выползовка была не учтена при госэкспертизе проекта. Кроме того, независимая экспертиза показала, что на этом месте вообще нельзя строить мусорный полигон, так как грунтовые воды очень близко подступают к почве. Региональные власти, в свою очередь, утверждают все документы в норме и свалки быть. Проведены все необходимые обследования, геология, гидрология и все прочие необходимые. Уже получена положительная экологическая экспертиза. То есть экологический орган сделал заключение о том, что по предложенному проекту построить полигон можно, и при правильной его эксплуатации все экологические требования будут соблюдаться. Но у экспертов ОНФ все же есть сомнения. Проект должен быть скорректирован, как минимум скорректирован, с учетом того, что там проистекают две реки. Сейчас это единственный действующий полигон для отходов в Кенишемском районе. Сюда свозят мусор со всего муниципалитета. И региональные власти утверждают, что другого места для свалки просто нет. А вот жители уверены в обратном. Инициативная группа граждан даже готова предложить властям 7 альтернативных мест в Кенишемском районе, куда можно перенести полигон. Жители уже обратились с исковым заявлением о признании свалки незаконной в Верховный суд. Первое слушание пройдет в середине мая. Поддержку обещали и общественники. Они намерены обратиться в Генеральную прокуратуру. Мария Филиппова, Татьяна Лешко, Леонид Масеев и Валерий Осипов. Вести. Кенишемский район.